Там за нормальные деньги, за нормальный бюджет И ты в двух кадрах показываешь Одну и ту же фотографию Это что за прикол? То есть как можно вообще так подходить К созданию продукта Вот представьте себе Здесь на пэкшоте Четыре разных шрифта Посерединке русский начинается еще С большой буквы Это просто Полный Так, ребятки, привет Я начинаю наконец-то Разборы различных видеороликов Реклама, клипы, фильмы Сегодня мы начнем С рекламного ролика Си Абрис Я не знаю Есть люди, которые снимают видосы за бабосы А есть те, кто снимает видосы за пиндосы И, собственно, этот ролик Просто заслуживает Таких пиндосов Особенно те, кто его создавал Или те, кто его Заказывал Или, может быть, те, кто Его принимал Собственно, люди Решили сделать себе рекламу А по факту Это вышло Каким-то не очень профессиональным Рекламным произведением Давайте разбирать Собственно, сам ролик Привет Ты где? А секрет Ну, у меня здесь круто Сейчас покажу А у меня есть лучше А такое у тебя там есть? О, тебе, оказывается, здесь А хорошее у нас секретное местечко, да? Оно не секретное В Польсе Брис уже все знают Отдыхайте, ребята Я долгое время, на самом деле, собирался снимать различные видео Видеоразборы Скажем так, собственный подкаст Но останавливало меня Знаете что? Монтаж И очень много роликов Я уже отснял А точнее, я отснял много материала Но роликов из них пока что нет Потому что они все требуют сложного монтажа И в данном случае я решил, что я буду вот на таком моноподкасте Рассказывать о своих мыслях О своих каких-то профессиональных наблюдениях Как режиссер Будем разбирать ролики Опять же, как я и сказал, да? Но это все будет без какого-то там монтажа Супер там переходов и тому подобного Прям вот так вот сел и наговорил То есть минимальное количество там каких-то монтажных склеек Которые просто затирают мои прям супер совсем ненужные слова Поэтому я всех призываю потерпеть Если вдруг что-то напрягает Если вдруг я затянул Ну я буду с каждым разом учиться Потому что вот это, это первые мои ролики Потом я, опять же, очень много смотрю роликов на ютубе Их всех смотрю на второй скорости И понял одно, что люди на данный момент говорят слишком медленно И для того, чтобы вот эту информацию подчеркнуть Которая там у них находится Мне нужно перескочить, ускорить этот ролик Вот и в данном случае я тоже постараюсь Быстрее говорить, по делу говорить Чтобы не отнимать много у вас времени И самому учиться говорить четко, коротко и по делу Заказчики, которые заказывают такую рекламу Ничего не понимают в психологии людей Которые покупают, собственно, у них продукт И вот я призываю любых людей, занимающихся бизнесом В этом вопросе подкачаться, прокачаться и разобраться Особенно в видеопроизводстве, в видеомаркетинге Когда видеоинструмент это сильнейший, мощнейший инструмент Для привлечения, собственно, клиентов Так вот, что не так в этой рекламе? А не так здесь простые вещи Например, ты смотришь этот ролик И никак не можешь себя ассоциировать с этими людьми Даже если ты очень, не знаю, там, богат Он не вызывает ощущение того, что тебе хочется туда же Вот, например, когда люди продают там какую-то сумку, продукт Не знаю, они пытаются сделать его вкусным Так, чтобы человек ассоциировал себя с этим местом, продуктом Что он владеет этой сумкой, владеет этой машиной Что он находится в этом месте и получает какие-то классные эмоции Данный ролик, он сделан на... И почему меня это еще больше возмутило? Потому что те люди, которые его заказывали У них явно с деньгами все в порядке У Си Бриз точно есть деньги на то, чтобы сделать такой ролик Который вызовет, ну, у любого человека желание, а не отвращение Ну, у многих, по крайней мере, которые хотят поехать отдохнуть Причем совершенно разного достатка Тайминг для данного ролика, ТВ-шный, 30 секунд, окей Но его вообще легко можно было уложить в 20, даже в 15 секунд Но не суть, поехали Значит, ролик начинается с того, что, ну, он такой пластиковый, сюрный И создает ощущение прям одиночества Если ты, к примеру, едешь в какое-то ретритное место Где ты хочешь прям супер помедитировать Окей, оно, возможно, бы и подошло Но это не ретрит Это вот прям ощущение какого-то отдыха В плане, там, общения, да И здесь, значит, у нас начинается прям с такого пустого бассейна Что никто нигде не плавает По цвету норм, погнали дальше Привет Вот, а значит, следующий кадр Актер у нас Дмитрий Маликов И, к сожалению, в данной роли подходит он так себе Потому что у него, при всем к ним уважении И том, что он отличный, там, музыкант Актерская история пока сильно хромает Может быть, хотелось создателям сделать ролик каким-то типа юморным Но он получился не юморной, а топорный То есть не очень, как минимум, хорошей актерской игрой В этом кадре что у нас еще? Все просто пусто Сидит человек Да, видно, что хорошо по свету тут все сделано Все прекрасно Идет девушка в платье Понятно, почему ее не засунули сюда в купальнике Лежит один человек Но, в общем, ощущение, что особо место популярностью не пользуется То есть прям супер пусто И на самом деле это основная претензия к ролику Это игра актеров и супер пустота Ну, к Бурунову никаких по игре претензий быть не может Он везде, в принципе, такой, какой он есть Во всех практически ролях Ты где? Секрет Вот Здесь тоже, собственно, обратим внимание на задний план То же самое Люди лежат, загорают на шезлонгах Просто полностью одетые в штаны Накидали художники-постановщики Типа, значит, для заполнения кадров каких-то кругов Но в целом, опять, что там, что тут, смотрится пусто Но уже, когда это полеэкран Когда у нас не полностью 16 на 9 А вот здесь маленький экран И здесь маленький экран В принципе, вот этот кадр смотрится более-менее Так Вот этот наезд, это прям супер дешевый наезд Супер дешевая графика Вот Вообще жесть И если посмотреть на те видео, которые здесь он показывает Посмотри, говорит, у меня здесь круто Начинаем вот с этого кадра Посмотрим, у меня здесь круто Вот это вот Показная рука абсолютно неживая Значит, что вот это за хибара Не ясно вообще То есть не создается впечатление, что на этой фотографии действительно круто А вот это Такой вот этот кадр Где вот это здание Ощущение, что это какой-то африканский Не знаю Минюст В конце концов То есть что-то за забором Не очень красивый кадр И полностью на весь кадр Бурунов Непонятно тоже, опять же, что здесь красиво С пальмой Ну окей Ну, собственно, вот этот вот кадр, где он находится Чистит там себя Или ест что-то Тоже, собственно, так себе Поехали дальше Опять Маликов лежит на шезлонге Блин, в рубашке С часами Здесь по кадру просто какая-то пустота Вообще нет людей В этом ролике вообще нет жизни Ну просто Нет жизни Сюда вообще не хочется Ты думаешь, что туда приедешь И будет, как знаете Есть такой город Иннополис И в одно время Когда он еще не совсем был такой обжитой Туда приезжаешь И там ощущения, ну как будто бы все вымерли Тут то же самое Так Разбираем супер красоту фотографий Что они хотели прорекламировать Вот возьмем, где Маликов поднимает лапшу Это просто трэш Вот это вот как снимают еду Не знаю, самые рукожопые фотографы Собственно, вот здесь два шарика показывают Что у них есть теннис Типа есть море Это типа вот это все есть Это зачем-то он с кругом здесь Зачем непонятно и круг, и матрас Ему вот в этой фотографии вопрос То есть если матрас дует То на всякий случай есть круг И просто сидит тоже на каких-то беседочках Собственно, ни одна фотография, где круче он говорит Не вызывает какого-то прям О, хочу туда То есть вот, по крайней мере, над этим можно постараться Так, дальше поехали Вот эти люди прям явно идут вместе на фоне И посмотрите внимательно вот здесь на фон размытый Там идет мужик в штанах, в рубашке И с зеленым, блин, кругом То есть, ну, мне это вообще непонятно И сидит женщина, которая пялит на жопу Бурунова Так, поехали дальше Рассматриваем фотографии Окей, есть какая-то там Ну, собственно, посмотрите сами внимательно Вот у вас эти фотографии вызывают ощущение, что нужно ехать Причем, кстати, круг, я смотрю у него, что там Круг у Маликова был, что здесь один и тот же И опять повторяется фотография вот здесь вот Он уже эту фотку показывал То есть они сделали одну и ту же фотографию Ну, то есть ты делаешь рекламный ролик Там за нормальные деньги, за нормальный бюджет И ты в двух кадрах показываешь одну и ту же фотографию Это что за прикол? То есть как можно вообще так подходить к созданию продукта? Это я сейчас про видео, которым они пытаются завлечь людей Так, а здесь вообще, ну, как бы все прекрасно, красиво Такое впечатление, что вот пытались сделать кадры красивого, как бы, интерьера Но, да, получился такой сюрный пластиковый мир Практически из Барби Но без людей Вот, потому что вот эти два человека, которые вот здесь, вы обратите внимание Сидят слева за Маликовым, в кадре что-то куда-то втыкают Опять в рубашках, в штанах и во всем остальном Как бы ощущение южности и отдыха не хватает Какая-то лечебница, вот прям вот напоминает лечебницу Художественные постановщики здесь явно не постарались Собственно, это сделает любой видеограф Держа камеру в руках, он еще придумает, как что тут поставить А наверняка вот за этот зеленый стаканчик и стаганчик с ананасом Люди получили деньги Я говорю, вот это все, оно создает общее ощущение картинки Общее ощущение какой-то пластиковости Общее ощущение пустоты И того, что там делать нельзя вообще Никому Ни богатым, ни бедным Барунов красавчик везде Так, ну и собственно Эмин Все, сказать больше нечего Вот финальный кадр Сия Сия Бриз Собственный бассейн Это прям в духе корпоративного такого стиля любого отеля Но если ты делаешь какую-то крутую штуку Тебе нужно на фоне что-то иное Например, общий отлет, к примеру Ну давайте предположим, что отель еще не достроен И им не дали сделать этого общего отлета Вот, тогда надо по-другому как-то выходить Они вышли просто каким-то непонятным фоном В любом случае это не вызывает никакого доверия Вот этот шрифт норм Ну и шрифт, который мир возможностей для вашего отдыха Простите, ребята Это еще за шрифт Еще из-за главной буквы То есть у них на финалке Это называется Packshot Значит у них вот такой шрифт идет с засечками Где нет заглавной буквы Дальше пишется Resort По-моему, другим шрифтом Это уже второй шрифт Без засечек И третий шрифт начинается, значит, с заглавной буквы Вот здесь вот Море, да, с заглавной буквы И, собственно, дальше пошел с маленькой буквы С маленьких букв Все каким-то другим, собственно, шрифтом И мне кажется, что Баку, Азербайджан Внизу Сиберия, Бриз Напишен еще одним шрифтом Вот представьте себе Здесь на Packshot Четыре разных шрифта По серединке русский Начинается еще с большой буквы Это просто То есть вот Когда ты на это смотришь Ты видишь не какой-то дорогой отель Да, или других ребят, которые это сделали А как будто бы Это вот газета Из 90-х годов Знаете, где вот рекламка писалась Каждый как хочу, так и дружу Думаю, что больше мне особо тут сказать нечего Я не понимаю Тех людей Которые платят за такие ролики Немалые деньги Я не понимаю А хотя я понимаю Как люди принимают такие ролики Очень просто Они не разбираются Не в дизайне У них нет насмотренности Они не знают Как покупают их толком клиенты Они просто пытаются что-то насунуть И у них это, ребята Я вам хочу сказать Выходит слабо Так что всем предпринимателям Я рекомендую Не снимать Вот Такую Ну это трэш Ну вы просто сами посмотрите Проанализируйте Каждую здесь фотографию Вообще В принципе Сценарий и так далее Это сделано Реально Если ребята заработали деньги Еще самый прикол в том Что наверняка положат себе В кейс И скажут Что мы работали с Маликовым С Амином И с Буруновым Вот так это И работает А собственно Наверняка у них еще кто-то заказывает ролики И все так происходит Непонятно Кто здесь Как бы прав Кто виноват Но мне Было бы Очень стыдно Такую работу выдать Даже При маленьких бюджетах Даже если бы я сам снимал Как видеограф Не имея огромной команды Я как минимум Здесь бы изменил те вещи Про которые сейчас сказал Здесь Вот его снять Вообще Не сложно Здесь Практически Не практически Здесь все статичные кадры Здесь нигде Нет движения камеры Здесь Дешевый Просто Дешевейшая Анимация Которую сделает Любой Фрилансер На Freelance.ru Здесь Очень простой Покрас Но зато Все снималось На Ари Вероятнее всего Да Сто пудово Это по небу Видно Вероятнее всего Что это Арюха Вот И по скинтону По коже Тоже Видно С техникой Все в порядке Но с руками Все очень плохо Не знаю Понравился Не понравился Вам мой разбор Посмотрите Собственно Еще раз Этот ролик Я жду Ваших комментариев Будет приятно Если Вы Сейчас Навалите Мне Своё мнение Что может быть Я тут не прав Что я там Придираюсь И так далее И тому подобное Но ребята Вот такие видео Разрушают Чувство вкуса Вообще У всех людей Которые смотрят его Такие видео Просто Ну Рушат Рынок Хорошего Рекламного Видеопроизводства Именно вот такие Видео Создают ощущение Что русское кино Просто Понимаете Вот это все Играет В минус В минус Видеографа В минус Продакшеном Так нельзя В конце концов Хотя бы нужно Разобраться Там Поучитесь на дизайн этот поучитесь не за режиссуре режиссура подразумевается в себе не только конечный продукт но и работа с актером все подписывайтесь ставьте лайки обязательно комментируйте где возможно youtube рутуб века я этот разбор заброшу спасибо